На набережной Серафима Саровского десятки детей. Этим ребятам повезло. О теракте, боли и страдания этих школьников в Беслане они знают из новостей и видеоархива. 12 лет минуло с той страшной трагедии, а раны, оставленные в сердцах людей, все равно не затягиваются. Жертв теракта вспоминали на специальной акции. Мы помним Беслан. Вы только задумайтесь, какие страшные цифры. 186 детей погибло. 72 ребенка после этого стали инвалидами. Это бесчеловечно. Каждый из нас должен сделать все, чтобы сказать терроризму нет. Потому что это самое подлое, самое бесчеловечное, что может происходить. Ребята, мальчишки и девчонки, мир, я повторю еще раз, это самое главное в жизни. Берегите этот мир. 1 сентября на школьной линейке в городе Беслан террористы захватили в заложники почти 1200 человек, преимущественно детей и их родителей. Следующие два с половиной дня люди провели в тяжелейших условиях, без воды и еды в заминированном здании. Штурм школы произошел на третий день после серии взрывов и начавшегося пожара. Жертвами трагедии в Беслане стали более 300 человек и почти половина из них дети. В тишине так пугали глухие шаги террористов, идущих вдоль зала. Тенью в воздухе тихо рисуя круги. Смерть детей нежно в лоб целовала. Это очень страшно. Я даже не знаю, не могу ничего говорить. Очень важно, чтобы люди знали, что это никогда больше не должно повториться. Все должны быть готовы к такому. И просто нужно помнить людей, которые погибли в то время. В финале в воздух взмыли десятки белых шаров, символизируя души тех, кто стал жертвами террористических актов. Каждый, кто присутствовал на акции, верил и надеялся, что подобные зверства больше никогда не повторятся. Дарья Соснегова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова